Здравствуйте, добрый день! Сегодня я буду говорить на тему «Атилла в изобразительном искусстве», сделаю обзор наиболее известных произведений об Атилле и сформулирую тему для творчества для современных художников. Европейское народо передавались поколениям поколениям многочисленные легенды об Атилле, а католическая церковь восторженно описывала деяния римского папы Леона Великого, епископов Ананиуса из Орлеана, Иллу из Троа, Женевевы из Парижа, ставшими святыми благодаря Атилле. А церковь преувеличивалась в репост гуннов, чтобы больше возвеличить этих святых, убедивших Атиллу милосердию, и говорит о вмешательстве небесных сил. Это привлекало к Атилловской тематике многих художников, что еще более увеличило интерес к образу и личности Атилла. Произведения об Атилле хранятся в самых престижных музеях, украшая дворцы и храмы. В германской песне о небелунгах Атилла показан во всем своем могуществе и является примером галантности. Он благороден и высокого происхождения. Прежде всего, его отношения к дамам соответствуют требованиям изысканного общества. Праздники в царстве гуннов, свадьбы и праздник летнего солнцестояния более великолепны, чем в королевском дворе в Вормсе. Это повод для показа роскоши и богатства. Чувство прекрасного выражается не только в великолепии интерьера и одеж. Искусство сенится во дворе царя гуннов, в частности, музыка. В этом общество с четко закодированными правилами всякое нарушение этикета воспринимается негативно. Это впечатление от Атилла хорошо передано произведению художника Вильгельма Хаушиль «Крошайсом романтистской замок» на Иншвейштайн «Баварская кроля» Людвига II. Амеди Террии пишет о впечатлении германцев от Атиллы и его столицу в следующих терминах. «Когда король гуннов объявил праздник, дороги все были запружены всевозможными людьми, которые устремились в его столицу. Воины ехали со своими дамами, христиане и язычники, русские и греки, поляки и влахи, тюринги и датчане прибывали хаотично. Туда шли через горы и реки из областей Италии, Франции и Испании. Тема этих перов является общим для традиций цикла Теодориха и цикла Нибелунгов. Однако до сих пор нет ни одной картины об этих впечатляющих праздниках, хотя их описание было составлено историком и дипломатом-прискосом, посетив столицу Атилла в составе посольства Восточной Римской империи. Наиболее правдоподобная картина венгрицкого художника Тан Мора не соответствует этим описаниям, что создает большой простор для творчества современных художников. Многие известные произведения в Атилле исполнены не в реалистической, а в символической манере. Это открывает шанс для произведений современных художников, созданных в соответствии с историческими фактами, попав в коллекции знаменитых музеев, украшать президентские дворцы и другие престижные места. Из работ современных художников мы обратили внимание на произведения польского художника Марьюш Скозик с гордо восседающим на коне Атиллой. Однако, по свидетельству прискоса, он не видел Атиллу первый раз в походном шатре, одетого белой одежды и выбритого. Он сидел на табуретках в окружении свита, одежды и в одежде из дорогих тканей с вышитыми птицами и светами. Прискос писал, что Атиллу носил простые одежды и заботился только об их идеальной чистоте. Иштван Бона, венгельский археолог и известный специалист по культуре гоннов, пишет, «Наиболее удивительным в этом обществе является взаимное уважение и внимательность друг к другу». К сожалению, до настоящего времени сохраняется крен в сторону представления Атиллы как удачливого полководца и завоевателя. Тема, связанная с Атиллой, позволяет создать произведения изобразительного искусства, представляющие интерес для самой широкой публики, издательств и музеев, о чем я говорю в своей видеолекции Атилла в изобразительном искусстве. Приведем в список нескольких тем для серии рисунков и картин по материалам сцен романа «Друзья Атиллы» и созданных по ним иллюстрированных видеорассказов на YouTube. Серия «Юный Атилла с гуннскими воинами гвардии императора Ганоллиса на основе рассказов». Болонский инсидент в лагере при Павии удивление вторжение раненая империя Серия «Юный Атилла посещает достопримечательности Италии на основе рассказов в императорском дворе в римском сенате вторжение раненой империи. Серия «Путешествия Атиллы» на основе рассказов «Вольный ветер степей на родине предков на востоке радостный среди своих радостей». Серия «Столица Атиллы» на основе рассказов «Город Солнца», «Беседа с Атиллой», «Вторая присяга», «Сар-Сарей», «Гуннские греки» в дворцовом комплексе «Радостный среди своих радостей». Серия «Северная империя Атилла» на основе рассказов «Сар-Сарей», «Дворцовом комплексе», «Маргунский инцидент», «Туча над Византией», «Туча над Галлией», «Париж», «Орлеа», «Нитруа», «Каталоунские поля», «Сражения», «Будущее мира», «Итальянская кампания», «Атилла» и «Лион». При этом не следует увлекаться изображениями грозных воителей, а надо передать изобразительными следствиями удивления, хорошо сформулированные французским биографом известных людей Эрик Дешотт. «Еще никогда не бывало, чтобы империя возникала столь мирным путем, да и после такого не повторится. Ее организация стала дипломатическим триумфом, аналога которой не найдется за всю историю человечества». Или же сплоченность гуннов была в самом деле исключительной. То, что воинственные орды, рассеянные на миллионах квадратных километров, позволили объединить себе в единую и действованную федерацию свидетельствовать чести и собирателя и собранных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...